Мир вам, дорогие друзья! Мы рады предложить вам аудиосборник тематических проповедей пастора и учителя Игоря Азанова, город Слуцк, Беларусь. Слава Богу, братья и сестры, за еще и еще очередную возможность, которую нам с вами дарует Бог, общаться вокруг Его Слово и открывая свое сердце, искать у Него благословения. Я хочу с вами поделиться сегодня проповедью, которую, и я ее назвал, во Христе даровано больше, чем у Соломона. И я хотел бы вместе с вами на эту тему поговорить, порассуждать для того, чтобы еще и еще раз вдохновить свое собственное сердце от того, что то, что предложил нам Бог, это несравненно больше, чем что бы то ни было может найти и встретить человек на лице земли. И я хочу вместе с вами для начала такую мысль отметить. В то время, если мы с вами перенесемся во времена Соломона, то Израиль, имея царя Соломона, на тот момент был самым передовым государством. Израиль был государством в экономическом, в политическом и в других аспектах самым лучшим, самым передовым, самым ведущим государством, во всяком случае, в той части мира. И в подтверждение этому я хочу вместе с вами взглянуть на вторую книгу Пара Ле Пеменон, первая глава, стих 15. И я прочту из этого текста вторая книга Пара Ле Пеменон, первая глава, 15 стих, такие слова. «И сделал царь Соломон серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, и кедры по множеству их, и сделал равноценными сикорам, которые на низких местах». Это слова, описывающие, по сути дела, экономическое положение в Израиле. «Золото, серебро и золото в Иерусалиме равнялось простому камню, а кедр, очень дорогостоящее дерево, равнялось сикаморе, растению, которое росло на низких местах». Это говорит о очень большом материальном благополучии, которое мог предложить царь Соломон, как лидер, как руководитель израильского народа, своим подданным, проживающим на лице его царства, людям. И когда я так думаю, что об этом преуспевающем руководителе, когда о этом талантливем лидере израильского народа, вот прекрасно, от Господа благословенном царе Соломоне, начала распространяться молва, начали распространяться достоверная информация все дальше и дальше, Писание говорит о том, что была одна царица. Многие из вас прекрасно ее знают, царица Савская, которая услышала об этом, и она решила нанести свой официальный визит от своего царства в царство царя Соломона. На данный момент, когда мы с вами живем, я думаю, вы неоднократно слышите по радио, встречаете в печатных изданиях, что первый человек, к примеру, Германии нанес визит в Соединенные Штаты, или президент Соединенных Штат нанес визит в Германию. Лидеры государства, они между собой общаются, встречаются, решают разные дипломатические вопросы, но я думаю, ни от одного официального визита не было столько восторга, как от визита царицы Савской, будучи царицей, в царство царя Соломона. И я предлагаю вместе с вами прислушаться к тем восторгам и к тому просто безмерному восторгу, который посетило сердце царицы Савской. Третья книга царств, 10 глава, с 4 по 8 стихи, я прочту этот отрывок. Третья книга царств, 10 глава, с 4 по 8. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его, которые он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле о своих делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глазами. И вот мне и в половину не сказано мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слушают мудрость твою. Я думаю, что на данный момент даже каждого из нас не так легко удивить какими-то материальными вещами. Я думаю, что на данный момент, если взять отдельно взятого лидера государства, президента, какой бы то ни было страны, не правда ли, нанеся официальный визит в другое государство, не так легко его чем-то удивить. Но когда царица Савская нанесла свой визит к царю Соломону, вы можете в этих стихах найти просто безграничный восторг. И восьмой стих, она говорит, блаженны люди твои, блаженны слуги твои, и она их называет блаженными. Выше она, подчеркивая, говорит, что ее сильно удивило, увидела пищу, увидела жилища рабов. Послушайте, она увидела не резиденцию Соломона, а увидела жилища рабов, и жилища, и их состояние, быть может, даже их дизайн, он просто не оставил ее в покое. Дальше Писание говорит, стройность слуг, и одежду, и виночерпиев, и так далее, и все это привело ее в восторг, что Писание говорит, и не могла она более удержаться. И я теперь вместе с вами хочу перенестись в Евангелие от Луки, 11 глава, стих 31. Это слова, которые принадлежат Иисусу. Вот что он сказал. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Тема моей проповеди во Христе больше Соломона. Это слова, которые произнес Иисус. Он сказал, и вот здесь больше Соломона. Я хочу вместе с вами просто по некоторым пунктам пройти, мне кажется, они очень прекрасно подчеркивают. На данный момент отчасти можно смело сказать, что лидером в политическом положении на земном шаре является страна Соединенные Штаты. И не секрет, что очень многие люди, они почитают великим престижем быть проживающими в Соединенных Штатах. Не секрет, что отдельные люди добиваются этого права разного рода методами, лишь только бы добиться. Я как-то вспоминаю, когда на Украине я встретил одного молодого человека, я достаточно хорошо был с ним знаком, он был еще тогда не женат. И вот когда на очередной молодежной конференции перерыв между первым и вторым служением, и молодой человек ко мне подходит, я не хочу называть его имени, он мне говорит, знакомься, это моя невеста, я приветствую его, поздравляю, что он уже имеет невесту, и после этого он с таким элементом гордости говорит такую фразу, и я уезжаю в Соединенные Штаты. И я понял, что человеку это дает какой-то определенный престиж. Ему сейчас есть причина поднять гордо голову и сказать, теперь я буду жить, нигде попало, я буду жить в Соединенных Штатах. И я в этой связи, это немножечко позже у меня родилась вот эта проповедь, которую я сейчас с вами делюсь. Я хочу вместе с вами просто взглянуть, и я так думаю, что быть подданным в то время израильского государства, или попросту говоря, быть гражданином Израиля, тогда было очень престижно. Я думаю, что тогда говорить, я живу в Израиле, это привести восторг всех вокруг тебя находящихся, потому что скажут, о, страна, в которой ты живешь, у вас золото стоит, что простой камень, у вас кедр, что простой сикамор, у вас богатая страна, быть подданным царя Соломона, быть гражданином Израиля, тогда было очень престижно. Но что я на данный момент хочу вам сказать, что предложено нам во Христе, это больше, чем мог иметь гражданин Израиля, или подданный царя Соломона. И давайте вместе с вами взглянем на это. Во-первых, даже чтобы приехать вот нам к вам, я с Белоруссии, чтобы приехать к вам, нам пришлось и быть на приеме у посла Германии. И я в прошлом году, я был в Соединенных Штатах, и я был в свое время тоже на приеме у посла Соединенных Штатов. Я думаю, многие из вас знают, что это такое. Когда посол сидит и внимательно на тебя смотрит, или работник посольства, он задает тебе вопросы, и он еще думает, он еще за собой оставляет право тебе сказать нет. Ты не имеешь права поехать в нашу страну. Когда мы ехали сюда к вам, то порядка около семидесяти минут меня работница посольства тщательно расспрашивала, что, как, когда, когда это было, в каком это году, при каких обстоятельствах, чем были заняты вы, и так далее. Много вопросов. Много вопросов, для того, чтобы еще подумать, дать тебе право приехать в эту страну или нет. Я хочу вам сегодня сказать, что, когда посольство Царства Небесного, посольство, где Царем есть Иисус, то там на прием не выбирают, и там на собеседование не приглашают. Писание говорит в Евангелии от Матфея, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Посольство Царя Иисуса, оно не сортирует и не говорит, ты достоин, а ты нет. Ты нам подходишь, а ты, пожалуйста, закрой дверь с обратной стороны. Посольство Царя Иисуса, оно открыто в своих дверях абсолютно для всех и говорит, независимо от того, сколько ты зарабатываешь, независимо от того, какого цвета у тебя кожа, независимо от того, какое сечение у тебя глаз, я говорю тебе, приходи ко мне все, приходите ко мне независимо от языка, независимо от расы, приходите ко мне все труждающие и обремененные. И Царь Иисус говорит, и я вас успокою. Аллилуйя! Я дальше продолжаю вместе с вами задуматься просто над этими мыслями. Скажите, как много мог предложить благополучных лет своим гражданам Царь Соломон? Он был мудрый Царь, и этого отрицать просто невозможно. Об этом говорит Священное Писание, не было мудрее и не восстанет после него. Но скажите, какой бы он мудрый не был? Сколько? Быть может 50? Ну пусть это будет 70. Ну, наверное, максимум, ну, 125. Ну, когда-то эти благополучные года кончались. И когда-то отдельно взятый подданный Царя Соломона должен был закрыть глаза и уйти совсем в иную страну. Царь Соломон мудрый, но он не мог предложить своим подданным счастливой жизни, измеряемой в годах. Очень много. Что же касается Царя Иисуса, Евангелие от Иоанна 3.36 написано, верующий в Меня имеет жизнь, жизнь не сто, и даже не тысячу, а жизнь вечную. Аллилуйя! И потому, если сравнивать и сопоставлять, что мог предложить Царь Соломон? Он мог предложить еще подумать над Твоим гражданством в Израиле. Иисус! Иисус говорит, приходи ко Мне все. Приходите ко Мне обремененные, приходите труждающиеся. Посольство Моего, оно открыто для Вас. Открыто, чтобы принять, открыто, чтобы сделать гражданами Моей страны, открыто, чтобы решить все вопросы, которые Вам препятствуют войти гражданами неба в Мое Царство. Следующее, я отметил, что своим подданным Иисус, Он обещает жизнь счастливую, не измеряющуюся даже в сотни лет, и даже в тысячах лет, Он ее обещает и гарантирует ее вечной. Аллилуйя! То, что во Христе, больше, чем у Соломона. Следующее, я хотел бы обратиться вместе с Вами, просто постараться взглянуть. Скажите, какой бы мудрый царь Соломон не был, насколько он был способен защитить подданных своей страны от всяких неприятностей. Можно с уверенностью сказать, да, он был мудрый, но, однако, не все могущий. И если бы кто-то из его подданных пересек границу израильского государства и оказался в Сирии или оказался среди филистимлян, и вдруг кто-то из злых и нечестивых людей поднял бы руку и причинил бы какое-то зло, я не думаю, что в этот самый миг царь Соломон с Иерусалима мог что-то сделать, чтобы защитить своего подданного. Быть может, позже, впоследствии что-то мог, но нет. Послушайте, мне очень нравится, что если ты есть подданный царя Иисуса, если ты есть тот, кто пришел к нему в посольство и в своем покаянии принял его гражданство и стал наследником его славного царства, он тебе гарантирует вечную жизнь в своем царстве, но и этого мало здесь на земле. Он говорит, я царь, и я так забочусь о тебе, что в Евангелии от Матфея 10-30 он говорит, у вас же и волосы на голове все сочтены, аллилуйя, наш царь Иисус, он настолько благ, настолько чуден, что у него даже волосы на вашей, на моей голове, они у него под полным контролем, и он говорит, с вашей головы волос не падает, если я на это не дам своего согласия. То, что во Христе несравненно больше, чем у Соломона. Теперь еще, пожалуйста, давайте продолжать рассуждать над этим. Мудрый царь Соломон при таком царе, мудрый царь так управил, что золото стало равняться простому камню, и казалось бы, было бы все прекрасно, но правда состоит в том, что когда-то земная жизнь Соломона, она подошла к своему концу, и когда-то подданные его страны, они присутствовали на его похоронах, лили слезы, я не исключаю, что вопияли и говорили, был прекрасный царь. Но что касается царя Иисуса, Писание о нем говорит, это 2 Петра 1,11 говорит нам так, вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Наш царь Иисус, Он вечный царь, Он царь, которому нет конца, Он царь и правитель, которому нет предела и черты, когда Он перестанет царствовать. И потому царь Соломон был мудр, но Его правление над подданными было ограничено даже в годах. Оно ограничивалось годами Его земной жизни. Что же касается царя Иисуса, Он есть вечный царь, и Он предлагает вечное царство, и Он предлагает благословение, которое ныне нам с вами предложено от Его святого и могущественного имени. О, Аллилуйя, Иисус, Тебе славный царь. Еще позвольте несколько сравнений, они мне очень нравятся. Писание говорит, что в правлении царя Соломона золото стало, как простой камень. Знаете, что я хочу вам сказать, что у царя Иисуса все намного славнее. Я прочту из Откровения 21-й главы. А 12 ворот, 12 жемчужин, каждая ворота были из одной жемчужины. А теперь следующее. Улицы города из чистого золота, как прозрачное стекло. У царя Соломона золото стоило, как камень, у царя Иисуса из золота улицы. То, что во Христе, то больше, чем мог только предложить Соломон. Следующее, я вместе с вами хочу это вместе проследить, чтобы еще еще раз отметить. Не правда ли царь Соломон, он мог предложить, чтобы у слуг была хорошая пища, мог предложить, чтобы у слуг был прекрасный комфорт, а вот теперь задумайтесь, а мог ли царь Соломон проникнуть в сердце своего подданного и просто взглянуть туда и сказать, я хочу утешить тебя, я хочу дать тебе радость, хочу дать тебе мир, я хочу дать тебе силу, если бы и хотел, то был просто не в состоянии, потому что царь Соломон, он был ограничен в том, что он мог сделать. Что же касается Иисуса, он не только призывает к себе, он еще и говорит, я успокою, я дам мир, я хочу положить свою заботу над тобой, как над своим подданным, не только в том, чтобы хранить тебя, не только в том, чтобы в вечности ты жил вечно, не только в том, что здесь на земле я так о тебе забочусь, что даже волосы все пересчитываю, но Иисус говорит еще больше, я хочу успокоить, я хочу проникнуть твое сердце, я хочу, чтобы ты не только внешне, но и внутренне чувствовал себя комфортно, и нам с вами Иисус предлагает помимо внешних материальных благ, Он нам с вами предлагает духовное благословение, наполняющее наше сердце, Он утешает, Он снимает тяжесть вины, Он снимает бремя греха и наполняет сердце человека радостью неизреченной и преславной, я уверяю вас, Соломону это было просто не по силам, а Иисусу Царю это по силам и это то, что Он делает и это то, что мы с вами переживаем и чем наслаждаемся. Я дальше читаю одежда у подданных, мы с вами прочли об этом, что царица Савская восхитилась, увидела одежду на рабах и она этим восхитилась. Позвольте, я прочту, что предлагает Иисус своим подданным в виде одеяния. Я читаю из Матфея 13.43 Тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их. То, что предлагает Иисус, это славнее, нежели имеет ныне солнце. Писание говорит, я облеку вас в славу и ваша слава будет славнее, нежели у солнца. Я думаю, что тогда не только царица Савская, но все зрящее на наследников царства, они будут восхищаться и будут говорить, блаженные эти люди, которые имеют такое благословение, славу ярче, нежели у солнца. Это то, что предлагает царь Иисус. Я еще дальше вместе с вами хочу следить и видеть эти моменты прекрасные. Как вы думаете, как вы думаете, во время правления царя Соломона были ли люди, которые роняли слезы? Были ли люди, которые вытирали свои слезы от того, что встретились с проблемой, с трудностью, с переживанием? Были ли таковые люди? Я могу с уверенностью сказать да. Во всяком случае, уж точно можно утверждать, жены наверняка хоронили своих мужей. мужья наверняка хоронили своих жен. Кто-то расставался с родителями, кто-то с детьми. Я думаю так, что кто-то ушибся, кто-то упал, кто-то неприятность какую-то встретил. И царь Соломон, он не был в состоянии лишить своих подданных того благословения, чтобы они больше не плакали. Они это переживали. А вот теперь обратите внимание, что касается царя Иисуса. Откровение, 21.4 «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То, что предлагает Иисус в Его Царстве Своим подданным, Он говорит, у Меня в Моем Царстве, у Меня не будут плакать, у Меня не будет болезней, у Меня не будет ничего, что бы могло бы травмировать переживанием горечи Твое сердце. Это то, что я предлагаю своим подданным. О, слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Святой Наш и благий чудный Царь! Теперь я хочу еще отметить вместе с вами следующий момент. Я думаю, что многие из вас прекрасно помнят эти времена, когда в Советском Союзе человек, который бы попытался выступить критиком, просто попытался бы раскритиковать коммунистическую партию, то он бы очень скоро бы заработал бы возможность оказаться в местах лишения свободы. Но когда человек вышел из гражданства Советского Союза и, к примеру, стал гражданином Германии, то, соответственно, уже закон Германии, он ограждает своего гражданина. И теперь гражданин Германии отчасти смело может критиковать коммунистическую партию, потому что коммунистическая партия напрямую ему ничего сделать не может, у нее полномочий и способностей на это просто нет. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что когда человек, он причастен царствию тьмы, живет в грехах и беззакониях, и если он попытается критиковать этот мир, то тогда этот мир его просто может смешать с порошком, он просто может стереть его с лица земли. Но когда человек, когда он отказался от подданства этого мира и принял гражданство небесное, которое предлагает Иисус, то тогда с ним что-то происходит. Я прочту из Ефесянам 5.11, написано так, «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Оказывается, когда вы и я приняли подданство или гражданство царя Иисуса, то теперь вы в царстве Иисуса. Писание говорит, он избавил нас от тьмы и вел нас в царство своего возлюбленного сына Иисуса Христа. И теперь, когда ты подданный другой страны, когда ты подданный не царству мира, а когда ты подданный царства царя Иисуса, то теперь Бог тебя уполномачивает и говорит, ты можешь обличать, ты можешь обличать этот мир, ты можешь называть грех грехом, тьму тьмой, ты можешь называть беззаконие беззаконием, потому что я вывел тебя из царства тьмы. Царство тьмы теперь тебе ничего не сделают, но только не участвуй в бесплодных делах тьмы, если ты хранишь себя, если ты себя оберегаешь, то ты можешь выступать критиком, или попросту говоря, обличителем, тебя на это успособил и уполномочил царь Иисус. Что из себя сейчас представляет наше с вами состояние? Вот подумайте, пожалуйста, братья мои, сестры, я когда с молодым этим человеком когда разговаривал, я хочу с уверенностью сейчас сказать, я абсолютно не против, что кто-то живет в Соединенных Штатах, что кто-то живет в Германии, кто-то живет в Финляндии, в Австралии, в Канаде, это дело исключительно личное, но я одно, абсолютно уверен, что никто из нас не имеет права хвастаться тем, что ты принадлежишь какой-то расе на лице земли, что ты географически проживаешь в каком-то особенном месте. Писание говорит, я, позвольте, прочту это место, это написано во втором послании Коринфянам 10.11, «Хвалящийся, хвалящийся, хвались, о Господи!» Первое Коринфянам 1.31 написано, «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом!» И я искренне верю, что теперь, когда мы с вами встречаемся с людьми, и они, к примеру, нам говорят, «О, я гражданин Соединенных Штат, я могу вам сказать, что у меня лучшее положение, у меня лучшее положение!» Я могу с уверенностью сказать, «А я гражданин, я гражданин, я гражданин царства, которое нетленно, которое неувядаемо, которое вечно, в котором президент не меняется, в котором президент настолько любит, что пришел и душу за меня положил на Голгофе, за меня, я гражданин такой страны, где жизнь не измеряется в годах, она вечная, жизнь, где этот царь Иисус своего подданного наделяет славой, как у солнца, я вот этот гражданин такой страны, у меня оформлены все документы, у меня открыты все визы, у меня куплен билет, я просто ожидаю, когда он придет за мной, чтобы забрать свою славу, а в это время я просто храню себя, и сколько могу своему подданному царю хочу быть полезным на лице земли, я сколько могу хочу его прославить и воздать ему хвалу, а когда он придет, то меня на его святую землю отнесет не самолет, отнесет не поезд, увезет не автобус, но сила Духа Святого оторвет от земли и восхитит славу моего царя, гражданство и подданство, которого я принял здесь на земле, вот есть причина, чем хвалиться, вот причина, чему радоваться и чем воистину хвастаться, а тем, что ты живешь на другом материке, ничего тебе лучшего не даст, я когда в прошлом году был в Соединенных Штатах, я был, я думаю, что многие из вас там были, я думаю, вы сами свидетели тому, что и там родители верующие, они льют слезы за своих детей, ничего не изменилось, и там стоят на коленях и говорят, будь милостью в Господе, помоги, простри руку, ничего не изменилось, от того, что только ты поменял место жительства, ничего не произошло, потому что земля остается землей, и хвалиться принадлежностью к какой-то географической части мира, для тебя, наследника небесного царства, это не столь достойно, уж чем ты можешь воистину хвалиться, так это принадлежностью к царству и к подданству царя Иисуса, аллилуйя, это воистину достойно того, чтобы этим хвалиться, и об этом счастье делиться с другими людьми. Последнюю мысль, которую я хочу сказать, и после этого подвести итог, она состоит в следующем, что любая страна, абсолютно любая страна, она за собой оставляет право гражданина страны лишить права жить на ее территории. И есть такой термин в дипломатическом мире, который называется депортировать. Это значит отправить и сказать, пожалуйста, покинь нашу территорию. И если мы задумаемся с вами, есть ли у Господа нашего, есть ли у него такой метод, или есть ли у Господа такая возможность, или вообще может ли он так сделать? И я хочу вам сегодня сказать с уверенностью, что да. Мы читаем в Евангелии, когда к нему пришли люди, и Царю Иисусу говорят, мы чудеса творили, мы твоим именем бесов изгоняли. Иисус сказал, я вас не знаю, потому что подданные мои, они измеряются не чудесами, подданные мои, они измеряются не тем, сколько бесов выходят, они измеряются чистотой сердца. Отойдите от меня, не знаю вас. И я могу сейчас сказать, мои братья, мои сестры, посольство Царя Иисуса, двери его открыты, и на прием к нему можно приходить, не внося никакого евро и никакого доллара, без золота и без серебра. Причем принимает в этом посольстве не его работники, а он сам, лично, персонально встречает, чтобы простертыми руками обнять, простить, оформить все необходимые документы, но что после он говорит, он говорит, только теперь живи достойно, живи достойно звания, в которое я тебя призвал, и жди. Я когда-то приду за тобой и заберу свою славу, а пока ты на земле, храни свое сердце и, пожалуйста, не делай греха, чтобы ты не вынудил меня сказать, отойди от меня. Я не знаю тебя, любящие, делающие неправду, и потому каждый из нас, присутствующий сегодня на этом месте, ты можешь быть счастлив уже прямо сегодня, прямо сейчас, ты можешь быть чувствовать себя принадлежным к царству, где царствует Иисус, к царству, где царь любит настолько, что душу за тебя положил, ты ныне можешь чувствовать себя принадлежным к царству, где оно нетленно, где оно неувядаемо, где оно Тебя подданного наполнит славой, подобно солнцу, и оно будет вечным, нетленным. И это то благословение, которое нас с вами ждет, когда мы окончим наше земное странствование. И я хочу вдохновить всех вас. Пожалуйста, держитесь за это звание. Все остальные звания, они кончатся. Какое бы ты звание здесь не имел, директор фирмы, это когда-то кончится. Какое бы звание ты не нес, канцлер, оно когда-то кончится. Президент, когда-то кончится. Царь, когда-то кончится. Но если ты подданный царя Иисуса, это никогда не кончится. Это даст тебе право жить в вечности святым и любящим царем Иисусом. Потому, дорогой мой друг, дорогая душа, брат, дорогая сестра, я призываю тебя, хвалящийся, хвались тем, что ты имеешь от Господа. В этом имей свое счастье и умей этим хвалиться, что я есть тот, который принадлежу к царю, который не изменяется, который не изменит, который не забудет, который не оставит, который не милость свою прострет. Даже когда я буду в открытом океане, и там его полномочия сильны хранить, защитить, вступиться. Такого царя мы имеем, братья и сестры. Такому царю мы посвятили душу свою и жизнь свою. И он достоин того, чтобы его от всей души воспевать, от всей души восхвалять, ибо он весьма благ и весьма милостив. Последний мой вывод. То, что во Христе, это большее, чем мог предложить Соломон. То, что во Христе, несравненно больше. И потому возьми все эти благословения, и пусть они станут причиной твоей похвалы перед людьми этого мира, перед какими бы то ни было обстоятельствами. То, что ты имеешь, наилучшее, наивысшее, что только может иметь человек перстный от земли. И я приглашаю просто склонить колени и Царю Иисусу сейчас воздать свою благодарность. И сказать Ему, выразить благодарность за то, что Он нас принял, за то, что приютил, за то, что обнял, за то, что своими назвал. За то, что гражданами небо на нас сейчас смотрит и называется наследниками своими. И давайте попросим у Него сил жить достойно Его звания, чтобы, когда Он придет, нам войти в Его славу и быть с Ним вечно.